Леонид Маковский После богослужения разговор по душам. Здесь, сидя за столом, собравшиеся жены, мамы, бабушки и дети в уютной атмосфере познакомились друг с другом и поделились личным. То есть, это настроено для того, чтобы всячески, всемирно помочь в разных областях и в духовных, и в житейских. Потому что различные вопросы бывают. Люди знакомятся, обмениваются телефонами и бывают на связи. То есть, чтобы наши жены и матери участников СВО понимали, что они не одни, что рядом мы с ними и готовы всегда помочь. Такие встречи проходят в епархии раз в месяц и стали возможными благодаря проекту «Женское движение Единой России» и уполномоченной по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой. Поддержали семьи Ехимчан также председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский и его коллега Юлия Ишкова. Есть много вопросов, таких, знаете, вселенского масштаба. Про жизнь, про смерть, про потерю близкого человека, про стресс от, не знаю, ранения, увечья, про расставание, про разлуку, про мир и про войну. И мне кажется, что стены любого храма – это лучшее место для того, чтобы поговорить об этом. Быть женой военного непросто, делится Ольга. Но выбор своего мужа поддерживает. А Леонид, ее супруг, с гордостью продолжает династию военных. У меня отец, полковник, кавалер ордена мужества после двух чеченских кампаний. Оба деда военные, один полковник, второй генерал, прадеды. И некоторые даже еще с товарищем Капелем воевали. Боку-бруку. Для семей участников СВО подготовили и культурную программу. После храма их пригласили на экскурсию в Середняково. Это одно из красивейших мест Подмосковья, где плотно переплетается история и культура 19 века. Прежде всего, Середняково – одно из очень немногих лермонтовских мест в нашей стране. Национальный лермонтовский центр. Гостям рассказали об истории этой уникальной усадьбы, о том, как плотно она связана с нашим великим поэтом Михаилом Лермонтовым. А здесь действительно все пропитано его духом. До сих пор сохранились предметы быта того времени, и все это погружает в атмосферу прошлого. А значит, и цель встречи достигнута. Таким особенным гостям очень важно было отвлечься от быта и ожидания своих бойцов с фронта. Очень красиво, природа очень приятная. Очень все понравилось. Кстати, супруги Маковские в усадьбе Середняково не впервые. Для их семьи это место самое любимое, куда они часто приезжают, чтобы побыть вместе и набраться сил. Андрей Панченко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. 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 Новости Химки ТВ.